Всем привет! Сегодня я решила сделать некий тест разных масок популярных и популярных. Итак, начнем с того, что перед нанесением моей маски нужно реально очень хорошо очистить вашу кожу. Несколько лет назад появились очень популярные маски. Они называются маски для лица с рисунком разных животных. У меня это для тигров. Почитаем. Маска забавная в рисунке в виде мордочки тигра не только поднимет настроение, но и подавит эффективный уход за кожей. Содержит активные ингредиенты. Куркосовая вода, экстракт камели, экстракт гранат, экстракт черники. Пахнет приятно, как сижу. У меня сейчас первое, что говорят про эту маску, что она поднимает вам настроение. Вот так, наверное, все девушки делают, когда надевают эту маску. Маск! Я делаю тест масок разным. Когда Марат говорит вот такими фразами, значит, ему не понравилось. Маска с забавным рисунком в виде кролика. Содержит активные ингредиенты. Сок лайма, сок бамбука, экстракты камели, ромашки. Ну что, поехали. Странно, конечно. Не знаю, кто придумывал дизайн, но и что вы не видите, у меня на носу корона. А вы видите вот этого угреблено? Пока ощущения непонятные. Такие влажные ощущения. Ждем 10-15 минут. Вернусь. Вот. Ощущения немного липкие. Маска постоянно съезжала. Она очень была водянистая. Да, приятненько. Но не вижу, что это. Я, кстати, честно. Потому что это больше, конечно, какое-то развлечение, нежели какой-то медицинский уход. Маска для лица Gentle Girl. Мачо бой. Ребят, если кто-то только что включил мой канал на YouTube, не пугайтесь. Я делаю пробу разных маск модных. Засвещайся. Засвещайся. Такая маска, кажется, почему-то чем-то отдусь. Итак, снимаю маску. Кто-нибудь видит какой-нибудь эффект? И как он будет понять, работает маска или нет? Сканиваю маски непонятные. И хочется убрать лишнее с лица. Ребята, о предыдущей маске, которая была с бородой и с монобровью. Беру свои слова обратно. Как только немножко у меня подсохла кожа, был очень классный эффект. Кожа прям такая оттянутая стала. То есть, я просто решила обратно. Сегодня у нас вот такая вот маска. И почему-то на ней изображен пингвиньонок. Яичный желток содержит витамины группы В, а также витамины А, В, В, Е и Д. Которые способствуют омоложению клеток. Полезно. Вообще, мне очень нравятся маски, которые нужно оставить на уши. Мне кажется, они особо действенные. Там подерживается пингвиньон. Текстура приятная такая, плотненькая, бюлеобразная. Мажете вы, кстати, маски на шее или нет? Насколько революционная. Не очень удобно мне быть витамика, который стоит наверху. Я в три слоя намазалась. Посмотрим, что выйдут там. Вот, у меня нет. Итак, мы продолжаем эксперименты с масками. И, кстати, после последней у меня высыпало на лице. Поэтому будьте осторожны. На какие я только жертву не иду. Сегодня золотая маска. Вы знаете, они очень популярны. Маска для лица на фольгированной основе ГОЛ. Фольгированная основа препятствует испарению влаги и питательных веществ из самой маски. В отличие от других тканевых масок. То есть, то, что я тестила до этого, почему нет разговора, пора пробовать. Вот, я не понимаю, это вовнутрь или снаружи. Вот, как ей пользоваться? Ребята, вот, делаю с вами первый раз. Не знаю, как вы разбираетесь. Вовнутрь. Ну, блин, мне кажется, смотрите, она этой. Внизу смазки в том, что ты реально не понимаешь, как ее надевать. Золотая реально сидит в полотне. Вы видите? Посмотрим. 20 минут греет. Юми. Так, новая я. Прошло 20 минут. Не знаю, что мы все ждем. Солнце. Кожа приятна. Она правда нагрелась. Мне кажется, она достаточно облажнена. Очень приятное ощущение. Пока это номер один у меня. Кстати, кожа прямо круглая. Она правда. Прошло 30 минут. Прошло 30 минут. Прошло 30 минут. Прошло 30 минут.